Обычно в будни на площадке около кинотеатра немноголюдно. Но в последнее время здесь проводятся ярмарки выходного дня. Почему выходного? Уличная торговля осуществляется ни день, ни два. Речь уже в пору заводить о постоянной прописке. С вечера в четверг, а иногда и раньше, приезжие купцы раскидывают свои палатки, устанавливают прилавки. На них овощи соседствуют с салом, рядом конфеты и печенье, которые продают прямо из коробок нерасфасованными. Сухофрукты и орехи, рыба, мясо, молочная продукция. Чуть поодаль невнятного производства и качества обувь. Женское и мужское нижнее белье, детская одежда. Тут же оправы и даже очки с диоптриями по 100 рублей. У вас никакие ассоциации не возникли? Но может, мы оторопимся с выводами? Может, видновчан устраивают цены на товары? Дороговато, я хочу сказать. Не скажи, что дешевая. Да. Ярмарка, кажется, дешевая должна быть, но у нас в магазинах можно подешевле найти. Цены высокие. Рынок, я понимаю, когда можно купить что-то дешевле и выбрать то, что тебе хочется. В нашем городе вполне хватает магазинов. Поэтому, пройдя по торговым рядам, у нас возник вполне законный вопрос. А зачем в городе устраивать ярмарку, которая больше напоминает черкизовский рынок? И этот вопрос, лежащий на поверхности, не единственный. Кто-нибудь подумал о том, как в течение нескольких ярмарочных дней осуществляется автомобильное движение по единственному пожарному проезду к искре? А припаркованные на обочине Советской улицы легковые автомобили и газели, создающие пробки в и так почти стоящем по вечерам городе? А пенсионеры и не только спешащие на ярмарку и нарушающие правила дорожного движения? А уборка и вывоз мусора и пищевых отходов? И где, в конце концов, продавцы моют руки и исправляют нужду? Многие из них ночуют в машинах. Общественный туалет работает до 22.00. Торговцев это не смущает и не беспокоит. Похоже, не думают об этом и городские власти, дающие разрешение на торговлю именно на этой территории.